Согласно закону Российской Федерации, юридические лица, а это фирмы и предприятия, как в мирное, так и в военное время, несут определенные военно-транспортные обязанности. В мирное время юридические лица обязаны предоставлять сведения по запросу военкоматы для постановки транспортных средств на воинский учет. В военное время юридические лица обязаны по требованию военкомата предоставлять транспортные средства в распоряжении государства и при этом поддерживать их в исправном состоянии. У физических лиц обязанности по военному учету транспортных средств нет в мирное время, но однако в военное время при наличии соответствующего требования от военкомата они обязаны свое транспортное средство предоставить. Но обязанность по поддержанию в исправном состоянии на них не лежит. То есть, если транспортное средство неисправно, то, скорее всего, такое транспортное средство забрать не смогут. Согласно указу губернатора Самарской области, в регионе введен режим базовой готовности. Это не военное положение, а значит, переживать за то, что вашего внедорожник заберут, не стоит. Кроме того, автомобиль, который может представлять интерес для армии, должен соответствовать определенным требованиям. Приказ Министерства обороны предусматривает разделение машин, которые могут потребоваться для нужд обороны по классам. В документе марки машин не прописаны, там указаны буквенные классы, но он находится в открытом доступе и собственники автомашин могут сами определить, к какой категории их авто относятся. Например, это полноприводные автомобили, которые по своим техническим характеристикам могут без особых усилий подниматься на более 30 градусов подъема. К ним относятся ленд-крузеры, митсубиси-паджеро, хавалы, уазы, нивы и ряд других автомобилей. В случае, если военкомат направит требования по изъятию авто, гражданин будет обязан предоставить транспортное средство государству с компенсацией ему соответствующих убытков. В законе о мобилизации указано, что компенсация должна быть через механизм убытков, однако порядок этой компенсации должен определяться постановлением правительства, которого нет. В гражданском кодексе существует такая статья, как реквизиция. В принципе, ряд, ну скажем, юристов считают, что именно здесь должна эта норма применяться, реквизиции. Там подразумевается компенсация стоимости, в том числе рыночной. Но будет ли именно эта норма применяться, или действительно правительство примет специальное постановление, в котором механизм расчета вот этой компенсации будет предусмотрен, покажет время. По словам юристов, в Самарской области требования о постановке внедорожников на воинский учет приходили только юридическим лицам. Что касается изъятия, то ни одного прецедента на территории Российской Федерации пока не было. Виктория Шарой, Николай Сидоров, События.